Люди идентифицировали более 2 миллионов различных видов животных, но по некоторым оценкам их общее число составляет где-то около 8-9 миллионов. И как вы сегодня узнаете из этого видео, не все из них бывают дружелюбны. Но вам не стоит беспокоиться, так как вы можете наблюдать за происходящим из безопасного места вашего дома. Вы на канале Удивительная Планета ТВ и в этом выпуске вы увидите редкие, иногда пугающие и волнующие кадры встреч человека с дикими животными. Садитесь поудобнее, будет интересно! Посмотрите на огромный размер этого голубого сома, пойманного в Соединенных Штатах. Хотя, большой вопрос, кто кого поймал. Мне кажется, что скорее всего сом поймал этого мужика и крепко держит его руку. Сомы – это очень разнообразная группа лучеперых рыб и некоторые разновидности живут до 60 лет. Самки могут откладывать тысячи яиц одновременно в небольших укрытиях, таких как расщелин и скал или густая растительность. И эти яйца вылупляются очень быстро, всего через каких-то 5-10 дней. А это невероятные кадры. Видимо, очень голодная акула попыталась проникнуть в клетку, чтобы слопать дайвера. Субтитры создавал DimaTorzok Этот баран, видимо, решил припомнить этому милому песику какие-то старые обиды. Ну а здесь бараны выясняют отношения. И когда они это делают, то не замечают ничего вокруг и разносят все. Так что не рекомендую приближаться к ним во время выяснения отношений. Для меня лично большая новость, что бараны бывают агрессивными. В этот раз под раздачу, под горячую руку попал велосипедист. Баран был настолько агрессивен, что человеку в итоге пришлось даже дать деру. На нашем канале есть ролик, который посвящен баранам. Там вы узнаете, что они не так уж и безобидны, как кажется большинству людей и могут даже убить человека. А как насчет того, чтобы покормить настоящего льва? На что только не пойдут туристы в поисках острых ощущений. А я вот думаю, кто бы им помог, если бы вдруг лев попал внутрь. Но этот парень точно родился в рубашке. Еще один подобный случай. Не промахнись, эта тигровая акула на пару сантиметров, и парень, возможно, остался бы без какой-нибудь конечности. То, что собирается сделать этот парень, очень небезопасно. Поэтому не пытайтесь сделать что-нибудь подобное. Он нашел на крыше змею и, взяв ее в руки, начал пугать товарищей. Я бы не хотел, чтобы у меня на крыше жили змеи. Морские львы, хоть и милые, но им тоже не всегда нравится. Назойливое соседство с людьми. Поэтому иногда они пробуют проучить зазевавшихся туристов. Любопытство, как говорится, не порог. Девушки решили поближе рассмотреть китов. Но это оказалось очень опасной затеей. Особенно, когда многотонные животные падают в воду с огромной высоты. Живя на Аляске, не удивляйтесь, если вы будете время от времени натыкаться на диких лосей. По оценкам, там на каждые четыре человека приходится по одному лосю. Это самое высокое соотношение лосей к человеку, по крайней мере в США. И эти животные, бывает, ведут себя очень агрессивно и при встрече с ними лучше держать ухо востро. Баток! Победа! 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 Мишка! Победа! Хру! Тихо! Если же оно вы abundant, то и crack, то и к чему. В сихи еще разъяснилась! Мишка! Победа! Ух! Да! Медведь, как мы знаем, грозный хищник При этом один из самых сильных, который может быть невероятно опасным Но только не для этого мужчины Я думаю, что между медведем и этим чуваком есть какие-то дружеские отношения И они встречаются не в первый раз Так как этот мужчина смело засовывает свою руку прямо в пасть медведя Только прошу, не пробуйте это делать дома с вашим собственным медведем Или вообще с каким-либо другим медведем Приятно так Ну нет, он никакой Это дружеский Вообще сосиски Сосиску держишь, прям в рот ему даешь Ждет, пока руку не уйдешь Что, встать тяжело, да? Слишком сильно Если вы вдруг, гуляя по лесу, увидите буйвола, наслаждающегося купанием Сделайте одолжение себе и буйволу И не вздумайте беспокоить его Да, я уже в уме начинаю прикидывать Сколько обойдется ремонт машины, если этот буйвол решится атаковать Очень волнительный момент Он подошел так близко, что дух захватывает Я бы рекомендовал не подходить к аллигаторам и крокодилам менее чем на 20 шагов И у этого зубастого, видимо, разыгрался аппетит Но не на рыбу, а на автора этого ролика Этому мальчугану повезло, что между ним и этим бегемотом есть сверхпрочное стекло Бегемоты убивают около 500 человек в год в Африке И они, оказывается, являются одним из самых смертоносных наземных млекопитающих в мире Да, вы не ослышались Это на вид глупое животное, оказывается, хладнокровный убийца И снова в поисках острых ощущений люди не боятся нырять даже к тигровым акулам на радость последней Не беспокойтесь, в этом эпизоде никто не пострадал Некоторых людей ничто не образумит И снова один из упитанных туристов чуть не стал закуской Посмотрите на этого безумца Он голыми руками вытаскивает огромную королевскую кобру с окна дома Или школы Оля мак Анак сапа ни? Анак сапа ни? Нилан Аджаиз Аджаиз ягарам сана Кого tengок? Алхамбуллах Букан сенат чеканат Мелайу ни Я думаю, что сейчас лучшее время для того, чтобы надавить полный газ А все потому, что ребята разбудили гигантского крокодила И кажется, он направляется в их сторону Да, это просто мысль и слух Но крокодил на самом деле огромный Хочу вас разочаровать Теперь вам нужно беспокоиться еще и о том Что змеи могут спикировать на вас сверху А конкретно в этом случае То с линии электропередач Хочу напомнить, чтобы вы не забывали закрывать окна в машине Иначе утром у вас там заведется мохнатый гость Да, выпроводить такого гостя будет нелегко Это просто невероятно Посмотрите, какие эта черепаха может вытворять вещи Одно мгновение и нет морковки Не вдумайте, давайте и свои пальцы Ну вот, теперь нас еще и на яхту свою не пускают Представьте, огромная ядовитая кобра у вас в туалете или на кухне Для многих стран Юго-Восточной Азии Это вполне реальные вещи Которые случаются не так редко От испуга у него даже палка улетела Он пытается направить змею так, чтобы она заползла в приготовленный мешок Чтобы потом отнести в лес Субтитры сделал DimaTorzok Если вам надоело смотреть на заползающих дома кобр То как вам насчет гремучей змеи? Знаете ли вы, что штат, в котором больше всего гремучих змей Это Аризона А мясо гремучей змеи, как мне сказали Белое, нежное и по вкусу напоминает Нечто среднее между лягушачьими лапками и черепахами Но кто, черт возьми, вообще знает, какая черепаха на вкус Они говорят, что эта змея здесь давно и, возможно, она спит Если бы она не спала, то сразу бы заняла угрожающую позу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Представьте себе Вы готовите себе на летней кухне Печете лепешки или жарите блины Или там варите плов И тут бац, к вам заползла огромная кобра Хорошо, что она не успела никого укусить Пожалуйста, кто-нибудь, позвоните в полицию Этот бандит ограбил нас Ну а как вы смотрите на то, чтобы понаблюдать за разборками Между лосем и медведем Просто диву даюсь тому, что где-то на земле Так просто можно встретиться с дикими животными Нас, городских жителей, это поражает Что самое интересное, медведь убегает от лося Что самое интересное, медведь убегает от лося Посмотрите, как быстро эта супер жаждущая змея выпивает стакан воды Надеюсь, не найдется таких глупцов, которые угостят его пивом Хотя, если помните, в прошлом видео я рассказывал про остров пьяных обезьян Там обезьянки напиваются совсем не по-детски А вот и гвоздь нашего выпуска Этот оператор зачем-то пристает к летучей мыши и не дает ей поспать А ведь она была занята важным делом Вы можете наслаждаться коктейлями из авокадо или манго Благодаря опылению, которое делают эти летучие мыши Кстати, это одна из самых больших А эта летучая мышь с головой молота иногда считается вредителем Из-за ее плодоядной диеты и чрезвычайно громкого гудения по ночам В Нигерии и в Конго ее употребляют в пищу Она считается одним из носителей вируса Эбола Она травоядная и не представляет опасности для человека Иногда кажется, что в некоторых частях США и Канады Черные медведи ходят повсюду Этот любопытный медведь выглядит так, как будто он одинок И хочет познакомиться, чтобы завести друга или подружку На этом, друзья, у меня все Пусть вам встречаются только добрые звери и люди тоже Напишите в комментариях, какой эпизод вам понравился больше всего И какие интересные встречи с дикими животными знаете вы Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал И обязательно напишите в комментариях под этим видео свое мнение Всем пока! Увидимся в следующем выпуске!